всем привет с вами амри и мы продолжаем прохождение игры и медиал династии и час у нас весна идет дождик сынок до сих пор не вырос жёнушках когда что его поднимешь то но начнет нормально хоть передвигаться наш сынок вор вор был пойман с поличным при попытке украсть ваши ресурсы он пытается извиниться убедить вас что сделано из-за бедности теперь вам решать что с ним делать ну давайте отрубим ему руки мы злодеи те жители села потеряли 10 настроения репутация минус 75 где вы решаете наказать вора возможно вы преподали ему рок но теперь жители считает вас шесток и сердечным ну блин ну переборщинским не бывает и как поживает наша животинка вон наконец-то овцы размножились козы нет коровы нет и лошади нет я взгляну наши сады ну-ка ну-ка кто высадить и так и давайте мак мак кстати давайте мак сразу уберем помнишь от бессмысленного выращивать лучше из него делать что-то полезное но чтобы нам из него делать либо лен но льна у нас есть три поля так что ли он не нужен овел с два поля есть ржи два поля есть капуста у нас вот тут поля вот это что за поля а это что за поля а это огромные поля которые новые сделал точно 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 ладно их пока не будем трогать пусть стоят и не знаю что-то выращивать но на поле где он сбыл маг давайте то лучше пшеничку расчивать до пшеничка будет лучше там и мы сможем потом из нее делать булочки лепешечки и торговать сразу переименуем пшеница три население у нас 56 человек пока нормально строительство домов 53 65 но скоро лимит он закончится надо повышать репутацию как тут поживают наши жители разглянем что изменилось как там саду нашим прекрасным все цветет и пахнет красивая набережная о садик 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 распустилась все все цветет и пахнет даже наш садик огромный тут начал цвести потихоньку яблочки груши все цветет ох красота то какая я когда все вырастет будет прекрасно у нас налоги 9600 монет да вы издеваетесь что за налоги такие огромные сколько можно я бедный крестьянин хватит смен налоги в 3 дорога забирать негодяи что-то у нас полями хоть посмотрим это пшеница да это рожь уже готовая а здесь пшеничка растет хорошо здесь сделали огромные поля в прошлый раз в этом сезоне мы полностью займемся сельским хозяйством ну конечно для начала стоит налоги заплатить на торговать заплатить дороге шахту еще нужно будет сбегать надо же камушек по насобирать чтобы набережно продолжать инструменты по наделать для налогов дурацких вот наша девушка все процветает и процветает для жителей бы по нанимать побольше у топа пошла на работу все на работу правильно как так так мне сейчас чем заняться можешь сразу шахту сходить принципе в принципе можно шахт сходить да давайте шахту сразу сбегаем там поработаем все по добываем вернемся сделать инструменты на утро все продадим заплатим дурацкие налоги и тупо будем заниматься сельским хозяйством поможем всем нашим кстати сельское хозяйство сельское хозяйство стоять стоять оставляем одного работника амбара а все остальные идут земледельцы форма 5 не производят но ржи не хватает да она будет делать огромное поле ржи и овса из тех больших полей которые остались как мы сделаем ну или посмотрим ладно сейчас главное подобывать железо железооруду да и сделать инструментики вот этим мы сейчас и займемся они опять мы железную гирку стырили серьезно вот засранцы чего не железного гирку то забрали не бронзовые есть какого фига да ладно серьезно ребят каков дурацкие рабочие моя железная кирка пошли отсюда коняшка иди за мной ой ой какие перемещения тут дороги ну да железная кирка не забрали негодяи не специально для себя покупал козлы да что что мне стрел то у меня ну что поделать ладно добываем железо тогда не буду добывать чтобы время зря не терять внешних камушек нам необходим но у нас бронзовая кирка изделие силы нету как-то железо не добываем по фигу на железо добываем тупо медь и олова погнали мы наконец все собрали все руду и шахты у кроме железо кстати говоря я заметил одну вещь у нас появился квест короля пока где он его что-то не а вот он в гостове до на будет забежать гостове поговорить с нашатаем и узнать что от нас хочет король а сейчас просто бежим домой переплавляем рудом делаем инструменты нам нужно заплатить налоги в этом году обязательно захопали всю руду сейчас будем переплавлять конечно мы теряем время на вот таком действии но нам нужны денежки для налогов дядя подвиньтесь круда мне дядя отойди пожалуйста молодец и начинаю плавить и того за это время мы успели накрафтить 30 бронзовых ножей и 20 медных думаю неплохую прибыль с них поимеем сейчас на к сожалению ночь наступила все спать ушли и мы не сможем ничего продать поэтому за оставшееся время до утра мы что можем сделать я бы хотел построить еще один амбарчик увеличить нашу производительность чтоб поля не все обрабатывали быстренько сады но где и оставить то принципе можно вот здесь втюхать не знаю будет ли желатинка тогда выбегать наружу либо вот здесь местечко так то есть с одной стороны да не знаю не знаю и вот 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 место есть точно вот вот свободное место ничем не занято сюда можно еще один амбарчик втюхать кстати да 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 так и сделал здесь амбар еще не построим и придется нанимать новые жители его давайте начнем строительство в амбар на курих ножках получится какой-то вот так лучше до подъемом чтобы не бегать туда-сюда и начинаем строить вот еще один амбарчик доделали нормально нормально только рабочих там нету надо будет утречка вас бегать по нанимать рабочих вон два амбарчика татьяна поставить переработку ржи первом баре мы же собрали прекрасно мне хватает жирных семян для производства корма но там один рабочий производит только все тогда работника 3 уровня убираем а 7 назначаем работникам амбара вот так будет эффективнее немножко да гораздо эффективней отлично и нужно будет еще найти где-то шестерых рабочих да как я проблем то с этими амбарами с людьми прожорливыми заразами эх сейчас что мы до утра можем сделать можно можем дома кстати утеплить вас там известняк скопился так что давайте этим займемся вон с этой стороны мы все дома утеплили и беленьким белоснежную а сколько время два часа ночи ну почти 3 оставшееся время чем бы нам заняться точно вас там чуть брюне скопилось давайте продолжать наш чистокольчик равно и больше некуда девать что начинаем продолжение чистокола начинаю продолжение продолжаем продолжение начинаем продолжение начинаем продолжение продолжаем продолжение непонятно 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 да конечно же мне надеюсь ты сможешь мне перевести не для меня слишком тяжело оставляем вот так когда и нормально какой же у меня все-таки огромный сад что-то я перестарался мне кажется с этими деревьями прям ужас но даже лежали наконец-то нежка половинку возьми на себя и не такой крепкий как ты и начинаем достраивать наш палисадик построил вот такие ворота но чуть-чуть кривовато вышла тут разница в этих высоте разная и поэтому так такая вот фиговина где тут дырка еще да блин что ж ты как бы тебя аккуратненько так воткнуть то ровно дырка будет да ну да похоже дырка все равно будет ладно туда деваться хотя бы наконец-то ворота появились какие-никакие на ворота аж поделать ладно эти дрожь хотя бы так проведем дорога в никуда называется рота до ворота ну что же вы такие дорога в никуда тупо в деревья ладно продолжаем уже сколько до часов утра закидываю последние бревна и бежим продавать надо еще людей нанять вам паре кто-то работал новеньком делов нас до фигища еще же задание короля до нас геральна поговорить просить что от меня хочет объема кончились немножко продолжили нас чисто кончик вот такой он получился кончик кончик постепенно его будем настраивать здесь на будет потом в лес вырубить фигом собачьим и думаю нам этого хватит чтобы чуть-чуть продлить из такой хотя бы до конца вот этой линии и все а дальше снова копить снова рубить до делов просто дофигища они даже не собрали этот урожай ржи как так и для себя ненаглые да я вам нужно больше работников чтобы успеть за этот сезон все сделать у нас куча мака может продать его пока он 33 монетки стоят еще надо из него семена сделать но пока перерабатывать никому мы все заняты ладно пусть лежит потом разберемся что с ними делать у нас 1000 овсяного зерна давайте оставим где-то что 500 а 500 продадим можно даже больше взять что там еще осталось 300 семян вот есть 300 необработанных колосьев 210 отуванчиков да будет все-таки зелье попробовать скрафтить дофига накопили ну что ж пока это все что мы можем продать да немного но думаю нам хватит и он бежим гастовил все продаем платим налоги ищем новых граждан в нашу келью прискакали прискакали мадам вы куда там собрались то так на корзинку стали гражданину вы нам не подходите извиняй начался продадим да потом будем разговаривать с геральтом вал на продажах подняли даже уровень дипломатии неплохо неплохо думаю снижаем налоги до налоги слишком огромное надо снизить его теперь налоги на 20 процентов ниже тут и не помню тебя а ты в этом в торгуешь точно я думаю новое лицо какое-то таки последний продается особей мир ядя давай последние денежки тупец мы столько денег заработали продали всего лишь метные ножи нам не хватило всех денег и что за фигня ладно давайте в герде спросим что ему надо и побежим по ближайшим деревням продавать остатки я не стой альберт да куда от меня стой приветствую я здесь по приказу величество короля первого обожаемого у меня есть мы наше появление для жителей этой долины чего хочет король король собирается охотиться в этих краях со своими царственными гостями не могли бы убедиться что в близости нет совсем или по крайней мере совсем немного опасных же да что же это опять животных истреблять да не хочу этим заниматься взяли квест дурацкий по истреблению кого-то волков медведи волки 21 волка либо медведя а на 5 сезонов тогда не паримся на 5 сезонов чем и зимой этим займемся главное не забыть такой роли разозлиться ой ребята вы новенькие то нет все бежим по другим деревням на нужно все продать нифигана как держит планку только уточнее вот вот это на круто ну-ка ну-ка нанять что у нее прокачан охота дипломатия в принципе давайте наймем или нет или не стоит это у нас появится этот вот скоро торговый лоток появится через 70 очков ремесла принципе надо будет ее нанять она будет у нас торговать лично иди в нашу деревню ослабо сельскохозяйство но добыча хорошая так что ты пойдешь шахту а вы граждане а вы нам не нужны продавщица 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 и там куриная мадам инга я у нас голод деревне стой 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 мадам подожди но у нее денег нет побылка на помощь вайф или бору нужно все продать все что можем так и того у нас 11000 монет ну хотя бы налоги хватит уже хорошо всего даем налоги блин голод дурацкий голод мясо вадим а я забыл назначить чем дома дамочки там негодуют без дома я не вот и у вас тот ты у нас дипломат ладно иди домой свободный домик я что что тебя прокачать чтоб куда пти отправить временно охотничий домик занят а на пасеку идти временно там пусто как раз а вот вы мадам вы пойдете попав шахте нужен мужичка блин шахте это мужик нужен ты тупо ну ладно раз на или куда деваться да и отправить куда и отправить в дровяной сара иди тогда добыча хорошая поработай сара чеки равно плетскую деревню ближайшую бежать чтобы продать остатки поискать новых жителей думаю побежать в баранику бронику и тут ки вот эти три деревня бежать будет более эффективней нежели кого-то еще дядя стойте мне нужно налоги заплатить да вот этого нужно хватить на весь ежегодный взнос да уж сколько у нас осталось полторы тысячи монет до девять с половиной мы бухнули этому засранцу на налоги дурацкий король пора поднимать восстание жалко нельзя восстание поднимать был бы вообще классно я как раз деревне 50 человек мы могли бы спокойно объединиться и противостоять этого засранцы королю с его налогами его добежали до бараники граждане здравствуйте здравствуйте нет добыча нет не нужно сельскохозяйства господа стоять куда ты пошел от меня забирай остатки чуть-чуть у нас меньше хотя бы есть побежали следующую деревню ой-ой-ой прости дядя залетели в тебя ну вот сельское хозяйство всего молодец а у тебя что охота нет примесло хотя может принципе их нанять так 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 в принципе двойка ладно сельскохозяйство не хочу долго бегать искать от опытных я понимаю что у нас куча голодных и куда деваться ребята идите вам пары земледельцами будете мой счет раих на нанять и нам нужны мужички дамочек на уже некуда пихать все забито так что ищем мужичков товарищи ну-ка ну-ка постойте не вижу ничего господин вот и сельскохозяйства иди ко мне а у вас что двойка да и плевать сразу идите ко мне ну надеюсь пятерых дополнительных земледельцев нам хватит либо его в шахт лучше направить до принципе пустите в шахту да кстати точно точно шахту как раз там был мужичок необходим будешь шахтером а мы так уж и быть сбегаем в еще одну деревушку поищем кого-нибудь дополнительного принципе не так уж далеко может денег у равно придется так и так пишите хотя нет давайте луровнику сразу забежим и паримся мужичок мужичок вы конечно ничего так и фиговый но выбора у меня особо нету все пятерых земледельцев должно хватить ну блин не не знаю когда они дойдут до дома нашего об начать работать вот в этом заключается главная проблема по поделать ладно бежим домой нужно готовить хапчик а то жители голодает пол деревни в голодухе у нас сидит не хватает или мясо жареного сейчас капусту мы посадим все будет зашибись кучу капуста появится и голодать мы больше никогда не будем под бандиты здорово пошел тут сделали лагеря где ваше укрепление там человек бедно как-то собрались ничего интереснее кого нету может с руки их от фигарит не давайте попробую сохранимся не стать эти надо бежать это опять коняшку пьют как как вы в гайте про палатку этого не хочу ребят этих сожжен горе а а чё не получается пакел убирай молотком давай иди сюда на тебе на тебе на куты стоять вот еще что не хочешь чё вы на тебе а чё ты как-то урона они немного наносят ни о чем хочу парюсь то они вообще драться не умеют на те на тебе на тебе да умри скотина а это было больно указать на кулаках то чё 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 боитесь да боитесь на у меня кмс по боксу нет я шучу работа пор хотя бы с собой взять да куда куда ты побежал ну-ка стой на тебя нет чувствую меня от фигая кобыла если что сматываемся куда ты пошел кобыли мои козлина что-то вообще дома дикой не ношу да что же вы я увидел вас там ножик появился подожди да подожди у тебя там ножик валялся сейчас я ножик возьму и начнется у нас тут потасовка больше ничего нет кроме ножичка покрывала какой-то большая запрещенная сумка не поет да постойте ребята чай ножик возьму покрывала что дает покрывала а это подарок прикольно ну чё кто на кого у меня есть ножик и понимаешь что у тебя топор на у меня ножик получил да в глаз на вот заряжу заряжу иди сюда заряжу и ты последний остался на тебе знаете на тебе на тебе на тебе на тебе да что ж ты бессмертный то умри козыла умри да что за фигня да умри да что ж ты да он бессмертный то где там топор топор дай мне свой топор топор на скотина сдохни уже наконец а бессмертная козлина надо им голову срубить дай достал пошел в топку ничего интересного нет у них все забираем у них что бедные бандиты нарвались на меня случайно в хавчиках у них надыбаем дровишки дровишки не дрыжки особо не нужны очень интересненько факт как есть это не особо на те винишко и все да ладно кобылка это было ко мне все валю 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 джим джим да неплохо раз от пинали но было весело мне понравилось конечно он бессмертный погонулся и чего не поделаешь а на этом мы заканчиваем 29 серию прохождение игры медиевого династий успели мы немного сходить шахту накрафтить инструментов на продажу а почти всю прибыль потратили на налоги построили еще один амбар второго уровня для увеличения объемов производства сельского хозяйства и снова увеличили численность населения а также строители бессмертного бандита следующей серии мы продолжим украшать нашу деревушку и создадим сосновую рощу но с вами был амри всем спасибо за просмотр до скорых встреч